Я на гитаре играть не умел, но когда Олег Белов, киноартист ленинградский, сейчас заболел, он играл Алешу из ансамбля из пьесы «Штейна-Океан». Знаменитый был ансамбля. И Сойников, Татьяна Григорьевна, наш профессор, сказал, что «Илюша, через три дня спектакль будете играть». Я говорю, как играть-то, Алеша из ансамбля, быстро-быстро, да нельзя, не пройдет, как часы. За три дня он учился на гитаре играть, в кровь и задралась. И как будто почувствовал Александр Городницкий, что я научился петь аккордом. Я пришел в театральный институт и сказал, Илья, ты мог бы со мной ходить и петь мои песни? Я говорю, с удовольствием. Я вот с гитарой ходил и пел его песни «Палаточные города», «Снег-снег», «Когда на сердце тяжести, холодно в груди», «Атланты», что там еще, много чего. Вот, «Геркулесовых столбов», ну и так далее. Вот, и через Сашу я попал в клуб «Восток», где был Клячкин, Вихарев, Никитин, приезжал в Висборг, такой солидный бардовский клуб. И сам стал сочинять, там была до французской дуэли, там про тараканы песен, много песен было, «Ла Петта», «Ла Спетта» столько слов, «Про метель», «Про апрель», «Петту Хавдоль». Вот. Самое интересное, что с этой песней была история. Я где-то в Сибири, у меня был концерт, давно очень. Я эту песенку пел, и вдруг с балкона мужик кричит, «А про педикюр где? Куплет». Я говорю, слушай, ты знаешь, я говорю, ты знаешь мою песенку, какое счастье. Я спел вот этот куплет, который я пропустил, он пострек косы по моде, нарядился в гарнитур и на лапках сделал вроде педикюра, маникюр. Я говорю, какое счастье, что ты напомнил мне, что я забыл эту песню, а в Сибири, оказывается, и знают. Мне было очень приятно.